Считаю правильным выполнение следующих основных задач, бюджетных задач. Этих задач всего 10. Первое – это исполнение социальных обязательств и придание им более адресного характера. В этой сфере нужно последовательно расширять полномочия региональных органов власти. Именно они, с учетом местной специфики, должны определять, какие именно конкретные программы социальной поддержки должны реализовываться с учетом уровня доходов, получать ли соответствующих субсидий и соответствующих льгот. Второе – это последовательное снижение бюджетного дефицита. Темпы этого снижения подлежат отдельному обсуждению. При этом бюджет должен предусматривать повышенный уровень нераспределенных резервов, что позволит гибко реагировать на быстро меняющуюся экономическую ситуацию. В частности, нам необходимо будет позднее определиться с параметрами индексации фондов оплаты труда, денежного довольствия военнослужащих и минимального размера оплаты труда. Предлагаю это сделать по итогам исполнения бюджета за первое полугодие текущего года, сохранив возможность и последующие корректировки по итогам года в целом. Третье – переход к режиму жесткой экономии бюджетных средств. Подчеркну, конечно, что экономить – это далеко не всегда обязательно сокращать расходы, хотя по многим направлениям, которые в нынешних условиях не являются первоочередными, делать придется и это. Важно четко определить приоритеты и цели использования средств налогоплательщиков. Следует последовательно внедрять в практику формирование бюджета, программные и проектные подходы. Добиваться в конечном счете максимально возможного мультипликативного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля. Четвертое – состоит в поиске оптимальных форм поддержки как реального сектора, так и финансовой системы. Повышение эффективности и, прежне всего, энергоэффективности и производительности труда, технологическая модернизация должны стать обязательными условиями государственной поддержки. Пятое – состоит в кардинальном повышении качества публичных услуг, которые предоставляются гражданам. Реализуя различные программы, в том числе и приоритетные национальные проекты, которые требуют и будут требовать особого внимания, мы должны внедрять современные формы предоставления медицинских, образовательных и иных социальных услуг. Не бояться переходить во многих случаях от производства услуг к их приобретению государством в интересах граждан на конкурентном рынке. Но только там, где это приводит к снижению затрат и повышению качества услуг, а не наоборот. Шестое – состоит в принципиальном усовершенствовании механизма государственных закупок. Этот механизм должен стимулировать технологическую модернизацию и конкурентоспособность эффективных производителей. В случае завышения цен, то есть, по сути, прямой коррупции, должны последовательно и оперативно пресекаться. Иначе мы будем продолжать вкачивать в экономику дополнительные деньги без должного экономического эффекта, обогащая при этом присосавшихся к бюджету преступников. Седьмое – состоит в определении экономически оправданного уровня налоговой нагрузки, который стимулировал бы и развитие предпринимательства, поиск и применение передовых технологий. В частности, надо разработать налоговые стимулы повышения энергоэффективности производства, о чем мы говорим уже достаточно давно. Необходимо также внимательно проанализировать и определить, возможно ли снижение налоговой нагрузки для смещения отрицательного для налогоплательщиков эффекта увеличения взносов системы пенсионного и медицинского страхования. Восьмое – важно установить ответственность за эффективное расходование средств на каждом уровне публичной власти, обеспечить сбалансированность расходных полномочий. Создать стимулы для расширения собственного доходного потенциала. Бюджетные субсидии не должны быть средством финансирования любых расходных обязательств. Их применение следует ограничить случаями, когда необходимо устранить избыточную неравномерность в уровне предоставления отдельных публичных услуг. Или когда нужно простимулировать внедрение лучшей практики оказания таких услуг, в том числе и, скажем, в рамках приоритетных национальных проектов. Девятое – надо завершить формирование надежной и сбалансированной пенсионной системы, позволяющей обеспечить достойный уровень жизни для граждан старшего поколения. В 2010 году средний размер трудовой пенсии по старости должен превысить 8 тысяч рублей в месяц. Должна быть ликвидирована бедность среди пенсионеров, в том числе за счет социальных доплат к пенсиям, размер которых меньше прожиточного минимума в субъектах Российской Федерации. И, наконец, десятое – необходимо приступить к созданию так называемой безбарьерной среды для инвалидов, определить и, соответственно, выполнить те меры, которые вытекают из ратификации Конвенции о правах инвалидов. Субтитры создавал DimaTorzok